давно не виделись всем привет я нашел лучший ноутбук по соотношению цена и качество обычно за сопоставимые деньги marketplace и предлагают ноутбуки с процессорами скажем n3350 видео есть на канале с обзором подобного мини пк и это не та производительность которую хочешь видеть на конец 24 года даже толком осмотреть видео в интернете им удавалось с большим трудом а здесь за небольшой прайс предлагается вполне неплохое железо которое справляется с офисными задачами и мультимедией заинтриговал переходим к спаковке ноутбук приезжает фирменной коробки флешка с драйверами винтики для нижней крышки салазки для ssd или жесткого диска достаем ноутбук комплекте еще идет зарядник на 65 ватт и европейская вилка рассмотрим ноутбук поближе порт зарядки ethernet hdmi usb 3.0 usb type-c слот для sd карты и 3.5 jack на другой стороне 2 usb 3.0 нижняя крышка не прикручена так как он продается пустым вам нужно поставить до свой накопитель и оперативную память логика такая же как в мини пк также нижняя крышка не защелкнут на защелке и снимается очень легко рассмотрим материнскую плату поближе один слот под оперативную память клемма аккумулятора не подключена место для ssd или жесткого диска sata шлейф съемный wi-fi модуль маркировки не видно простенькая система охлаждения и на этом все теперь подключу тестовый накопитель и оперативную память слот под память ddr4 устанавливаю плашку памяти от адаты на 16 гигабайт в качестве тестового накопителя будет ssd от kingspec на 256 гигабайт с sata подключением вкручиваю салазки подключаю sata и прикручиваю корпусу осталось подключить клемму аккумулятора к материнской плате я делал это максимально аккуратно так как нужно было отлепить скотч который приклеен к шлейфу клавиатуры можно ли повредить шлейф клавиатуры отдирая скотч не знаю на всякий случай делал максимально аккуратно чтобы подключить клемму до конца в разъем я использую отвертку фиксирую провод обратно на шлейф и теперь можно закрывать крышку забыл рассказать о встроенном аккумуляторе он 10 на 5000 миллиампер 37 ватт-часов теперь закрываем крышку и защелкиваем корпус по периметру и не забываем вкрутить винтики останутся до винтика которые нужно вкрутить в отверстие под резиновыми ножками снимаем защитную пленку с крышки и теперь можно включать на корпусе есть индикатор зарядки аккумулятора когда он мигает означает что идет зарядка если дикатор горит постоянно означает что аккумулятор заряжен в описании у ноутбука написано что он черного цвета на самом деле он скорее графитового цвета а вот блок клавиатуры как раз таки черный расклад клавиатуры здесь европейская для кириллицы использовали темный шрифт при недостатке освещения символы будет плохо видно давайте немного послушаем клавиатуру и перейдем к ее главному недостатку клавиатура продавливается в нижнем левом углу и когда нажимаешь туда это прям чувствуется что она продавливается такое ощущение что клавиатуру можно снять и что-нибудь туда подложить дабы на и продавливалась переходим к тачпаду у тачпада всего одна кнопка и находится в нижней половине тачпада у меня претензий нет по нему прекрасно скользят пальцы он поддерживает жесты драйвера поставить автоматически а вот экран здесь стоит совсем простенький это тн матрица с не лучшими вертикальными углами разрешение экрана 1366 на 768 диагональ 14 дюймов я прям давненько таких кранов не видел наверное уже лет восемь небольшой тест встроенных динамиков напомню динамики направлены вниз теперь давайте посмотрим на что способен type-c разъем через type-c разъем ноутбук можно заряжать например я сейчас подключаю внешний аккумулятор мощностью 65 ватт и пошла зарядка есть подозрение что он будет заряжаться 45 ватт зарядки однако такой у меня нету type-c поддерживает дисплей порт внешний монитор заработал внешний монитор подключил двумя проводами первый type-c в ноутбук а второй type-c во внешний аккумулятор так как ноутбук не выдавал нужного напряжения по type-c и по HDMI я еще пробовал подключать внешний 4k дисплей атака в 4k частота развертки всего 30 герц тест камеры а заодно посмотрим как он записывает звук так когда сильный свет за спиной то все плохо а стоит от него отвернуться ну слушайте качество прям хорошая ну то есть я ожидал сильно худшего ну по крайней мере по превью посмотрим чего на монтаже по звуку тоже пока не знаю но я думаю что он будет ну как у обычных бюджетных ноутбуков не лучше не хуже давайте раз два три раз два три рядом с камерой есть индикатор записи звук записывается в моно переходим к тестам ноутбук идет на базе процессоры intel core 10 110 ул теплопакетом 15 ватт внутри два ядра и четыре потока процессор 2019 года память работает на частоте 2666 мегерц в одноканальном режиме встроенная графика intel uhd 620 процессор набирает 323 балла на одно ядро и 1121 балл на все ядра здесь же можно сравнить с дестопным процессором а и 7 второго поколения в однопотоке производительность примерно одинаковая а в многопотоке а 7 оказывается быстрее так как у него больше ядер cinema bench r23 ноутбук набирает 1829 баллов многопотоки и 925 в однопотоке переходим к мультимедийным задачам ноутбук прекрасно справляется с ютубом 4к 60 кадров без каких-либо проблем я думал мне нужно объяснять что и с офисом тоже проблем не будет переходим к играм все игры будут тестироваться в нативном разрешении экрана а это 1366 на 768 игра будет совсем немного так как это явно не игровое решение метро редакс минимальные настройки графики в среднем получается 25 замесах поиграть не получится а вот тут и 2 порадовала минимальные стройки графики нативное разрешение экрана ниже 30 кадров не просаживается следующая игра grid 2 минимальная строки графики на тело разрешении экрана средний число кадров около 40 borderlands 2 минимальные строки графики в среднем что то в районе 25 кадров играть тяжело переходим к последней игре World of Tanks низкие настройки графики, не минимальная SD клиент на низких настройках графики получается 70 кадров в секунду в среднем а на средних настройках получается в районе 30 я удивлен, что такая большая разница между средними и низкими настройками. С игровыми тестами все, переходим к нагреву в тепловизор видно две зоны нагрева первая находится под клавиатурой там процессор и по центру это выдув вентилятора. Забавно, что выдув идет прямо на монитор но подобное решение я встречал и в более дорогих моделях. Нагрев клавиатуры не чувствуется. Система охлаждения и питания процессора выглядит следующим образом эмпирическим путем на материнской плате я нашел деталь, которая греется больше всего греется она не сильно учитывая, что запущен CinemaBench и тест идет уже как 3 минуты к несчастью более подробно за схемотехнику я вам рассказать не смогу заметил небольшую странность зона питания шипит, как сейчас на видео как я понял это издает зоны питания процессора так как она здесь совсем простенькая а теперь подведем итоги этого видео ноутбук шустрый, без труда тянет 4к видео на ютубе нет тормозов да, из минусов это то, что здесь одноканальная память и не самая производительная встроенная графика. Второе, что мне сильно понравилось это полнофункциональный Type-C порт с него можно и заряжаться он с него умеет и картинку выдавать можно докупить недорогую док-станцию или разветвитель, тем самым одним проводом можно будет подключать дисплей питание, кучу USB например, есть мониторы, которые умеют выдавать питание по Type-C можно будет подключать все одним проводом к ноутбуку и все и получить стационарный компьютер так часто делают с макбуками и ноутбуками бизнес серии я прям был удивлен, что производитель не сэкономил на этом в общем, за Type-C огромный плюс можно будет, допустим, в поездке заряжать его внешним аккумулятором так как здесь не в самой большой емкости встроен аккумулятор отсутствие USB 2.0 производитель установил USB 3.0 изначально я ожидал, что производитель сэкономит и поставит сюда USB 2.0 однако он этого не сделал и по портам здесь все прекрасно 5 ГГц Wi-Fi, который за время тестов ни разу не отвалился пятый пункт это нагрев максимум нагревался до 85 градусов во время тестов процессор работает на свой максимум он не перегревается и не сбрасывает частоты и я бы не назвал его шумным да, кулер слышно но в простых задачах кулер не включается и система охлаждения работает в пассивном режиме и последний пункт это его цена на YAMI его можно было купить за 8500 на секунду клавиатура которая попала в кадр стоит дороже по цене он как пустой мини ПК на N100 только с клавиатурой, тачпадом, экраном и аккумулятором переходим к тому, что мне в нем не понравилось начнем с самого очевидного это экран честно признаюсь, я давно не видел TN матриц второй пункт это аккумулятор на самом деле это уже сугубо моя придирка я натестировал 3,5 часа с помощью YouTube в 4К звук и яркость экрана стояли на 50% заряжается он не быстро я, к счастью, это не замерил что-то в районе 3 или 4 часов от комплектного блока питания и последний пункт это клавиатура то, что она пригибается я думаю, что это реально исправить если снять ее и что-нибудь положить под нее какую-нибудь прокладку а еще мне понравился большой Enter очень удобно можно ли считать это существенными минусами при его стоимости? пусть каждый решит для себя сам а, кстати, по корпусу он очень похож на бюджетные ноутбуки от HP прям вот один в один не удивлюсь, если HP заказывает на этом заводе бюджетные ноутбуки предлагаю еще устроить небольшое сравнение с ближайшими конкурентами полагаясь на мои старые тесты сделаем сравнение с ноутбуком на N3350 и абстрактным ноутбуком на N100 конечно, у меня на обзоре не было подобных ноутбуков будем использовать тесты от мини-пк потому что железо в ноутбуке и в мини-пк одно и то же единственное, что мы не сможем сравнить автономность и тестировать будем самую главную часть ноутбука а это процессор у меня получили следующие результаты i3-1010U это то, что установлен в ноутбуке Evis и как можно заметить i3-й минимум в 3,5-4 раза мощнее, чем N3350 и достаточно близко подбирается к N100 эту табличку можно представить в другом виде пересчитаем производительности цену в проценты за 100% возьмем ноутбук Evis и как можно заметить ноутбук в 5 раз мощнее, чем ноутбук на N3350 при этом стоит столько же а вот в сравнении с ноутбуком на N100 ноутбук от Evis уступает на 10% в производительности при этом стоит на 70% дешевле в защиту ноутбука на N100 хочу сказать то, что я не нашел ноутбуков с TN-матрицей все, что я находил, это как минимум IPS Full HD при этом еще и металлический корпус да и в принципе процессор N100 поновее, чем i3-10 поколения жаль, этого ноутбука не было, когда я поступал в универ и мне пришлось, примерно, за эти же деньги покупать ноутбук с Авито может, как-нибудь расскажу эту историю в заключение могу сказать, что ничего лучше за эти деньги не найти и если вы ищете бюджетное решение то, в принципе, я могу вам его порекомендовать что думаете об этом ноутбуке? пишите в комментариях еще увидимся в этом году пока